и снова здравствуйте всем привет и так продолжаем делать джедая и решил я взять от персонажа майл отеч взять тело но остальное дело нам не надо через alt выделяем значит так перекручиваем делит вот так always труселя делит штаны тоже делит так но обувь подходит для джедая я оставлю наверное обувь с майл отеч чуть-чуть тут может чтоб попеределаю так да все на месте они по частям так что еще можно убрать у майл отеч это значит я уберу у него голову уберу в него очки так это что тут получается вот интересно волос я волос пока не буду трогать удалю очки а потом уже можно будет так значит думать так веки уже есть их нужно будет только подкорректировать внутренняя прическа для джедая возможно вот этот верхняя часть не подходит вот это вот вроде нормальный стиль мы сейчас все будем думать теперь как руки делаем дубликат и на дубликат нужно импортировать голову нашего персонажа так это не тот джедай джедая 2 так смотрим где он появился включим флур если не не видно головы и включим гизма вот что-то головы не видно значит давать еще раз импортируем джедай так он говорит бывает такая штука что очень потом не найти предмет который импортировался вот этот вот он очень маленький так и значит вот таким вот образом через alt опустим на персонажа транспорт или как он гизму так выравниваем и чуть-чуть понижаем подгоняем по отгоняем по телу потом обрежется подгонится так и голова наверно пускай будет побольше а шею так и симметрия включим значит мофф топологи и вот это дело опустим и шею сделаем потоньше так здесь значит как раз до грудины здесь подкорректируем на шею можно еще кисти рук побольше сделать в принципе так вот делать большую голову или поменьше вот вопрос ну давайте чуть-чуть голову поменьше сделаем так теперь выбираем значит веки делаем веком sky а это глаза да так через альты голова и нужно посмотреть мир а вот здесь не по симметрии стоит их симметрию убираем и переводим чтобы попали наши глаза смотрим теперь мира вот так он тоже прикольно выглядит но не то чуть-чуть сюда вот так уже будет нормально так теперь alt глаза подгоняем делаем мира теперь надо найти веки вот эти веки и симметрию можно пока отключить им так и вот так вот хоп и геометрии делаем мира и чуть-чуть приподнять так чуть-чуть можно даже вперед вывести пусть будет побольше костями можно будет подкорректировать если что не сейчас кисточкой тоже тут подправить можно будет так и теперь нижние века вот она нижние века это тоже их симметрию skyл вытягиваем и и ставим ее на низ смотрим что тут да как вот так вот корректируем по глазу делаем мира ну а тут уже кисточка мов топологи и нужно будет чуть-чуть все это дело подкорректировать как вот типа мешочек и чуть-чуть сюда и чуть-чуть вглубь вот так опять мира так здесь значит чуть-чуть его еще вниз вот так вот теперь через alt верхнее века поднимать поднимаем повыше чтобы заполнить значит так вот эту часть но их симметрия нам желательно чтобы он был полузакрыт для чего для того когда для того чтобы когда мы ставим кости персонажа чтобы все это дело значит было отдельно и кости было видно куда вставлять ну вот как то так мера ну в принципе что ничего так симпатично с волосом вот вопрос надо будет подыскать ему волос но пока не суть вопрос а давайте разберемся с его одеждой так первое что нужно это плащ второе что нужно это вот сразу сделать на него шмотки и тело удалить оставить только кисти рук ну и голову соединить именно с одеждой чтобы не было дополнительных полигонов потом вот так и штаны так теперь нужно давайте чуть-чуть персонажа выгладим пусть он будет еще потоньше нам мышцы в принципе не нужны теперь значит как это все дело обыграть значит control делаем control как-то вот так вот рисуем теперь делаем пояс и рисуем в эту сторону так так пардонте рисуем значит x симметрия и нужно нам нарисовать вот рубах вот этот сначала идет у нас рубаха переключаемся на голову и голову пока отключаем теперь опять на тело и смотрим чтобы здесь вот так тоже можно уже отключить смотрим чтобы здесь у нас нормально такой был зазор делаем экстракт ух ты control z так 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 делаем экстракт это много дублирование отключим чтобы ну один слой был уменьшим немножко размер и ацепт и ацепт снимаем маску так пойдет здесь потом пролепится следующий этап нужно вот на эту майку значит сделать и к симметру отключаем вот эту верхнюю часть она идет вот таким вот образом вот так как бы здесь тоже рисуем здесь можно уже вот такой переход сделать так маску делаем и дорисовываем вот эту часть так вас делаем экстракт дубликат отключаем экстракт экстракт ацепт снимаем маску и вот это все дела маскируем и с помощью гизма тянем вниз так контролл з что тут экстракт 7 метров ну да или нет ну словом тянем вниз так теперь это все дела контролл з делаем дай нам эс и оттягиваем до самого низу ну желательно надо колено ну где-то вот до сюда так здесь тоже как бы побольше все таки жалет и чуть-чуть приподнимаем так теперь боковые части вот сюда здесь будет значит ремень так а здесь должен должен быть все такое здесь должен быть зазор делаем модификации положим мира and well и вот эта штука должна быть объединена так раз а здесь чуть-чуть потоньше груда конечно побольше не без этого так мира and well ну в принципе нормально так вот эта вот штука нам тоже пригодится наверно пусть будет чтоб воротник не делать мы его сюда и пристарапим все-таки стилизованный должен быть так так хотите майка вот эта майка должна быть так и делаем тоже дай нам эс чуть-чуть прибавим полигонаж в принципе вот тут это что майка майва течь вот так она в принципе и подходит а ну-ка если вот это отключить ну да тогда вот эту майку удаляем так а вот эту майку оставляем и значит получается что вот эта майка мы ее должны вот здесь скрыть значит шифтом не получается значит будем вминать так теперь теперь mirror and well так чуть-чуть значит майку еще потоньше он худощавый должен быть так и здесь тоже долгой не теперь вот эту штуку надо замаскировать делаем control и нет делаем control и и тянем вот эту штуку так еще надо здесь вот руку потом все хочу сделать чтобы худой был персонаж так здесь теперь вылаживаем и делаем лепку лепку буду делать и включу браш вот видите скульпту из про есть можно с ним работать как скульпту из альфа шестая так автомаскинг бакфейс маск и теперь значит на двоечку как я люблю и вот здесь отобьем вот этот опа что-то слишком пышновато но через альт поработаем тогда вот через альт отобьем вот этот вот тонкость руки вот это вот раз так здесь тоже подкорректируем зашифтуем и где-то чуть-чуть еще складок потом поднабросаем так вот здесь вот еще нужно чуть-чуть массы дать вот здесь вот на стыке вот так теперь получается что нам нужен китель и на китель нам нужен что значит нужен пояс делаем экстракт ацепт так делаем сразу дай нам лишь ну чтобы побольше полигонах был и теперь можно его немножко так их симметрия чуть-чуть выговорить так теперь что у нас значит по штанам по штанам у нас что будет какие у них штаны у джедаев ну штаны у них обычные да ну здесь вот надутые делаем значит а сохраняет так выбираем альт а не шифт откликаем делаем маску и делаем экстракт и делаем экстракт так снимаем все это дело что то я стал подтуплять делаем экстракт делаем ацепт маску снимаем геометри делаем сразу дай нам смс так что тут такое не есть гуд это рванки ну вот эту штуку когда вот тут происходят дырки тут всякие вмятины можно ликвидировать значит деформацией делать инфлат вот а потом сделать дай нам нашли все это дело выгодится все это должно в принципе исчезнуть если это все не исчезает значит это надо удалить нафиг делаем делаем переключаемся на нашего персонажа делаем опять ему экстракт делаем дубликат ну дублировать стенки экстракт и ацепт снимаем маску и делаем опять дай на мыши вот теперь все нормально почему потому что задних полигонов не было и верхнюю так вот и хорошо себя повели при дай на мыши при изменении сетки так ну штаны нам в принципе нужны постольку поскольку так вот это сразу тоже маску снять на штаны переключаемся так тут можно выровнять тут чуть-чуть пониже опустить значит тут эти вот переплеты тут надо тоже пролепить и значит нам нужны штаны да вот они у нас штаны ну а штанам мы просто наверное здесь вот добавим так икс симметрия включена и вот здесь вот добавим массы ну типа как складку здесь вот надутость и и чуть-чуть на колено так вот попышнее чтоб было потом можно доработать чуть-чуть складки и пусть штаны будут ну потоньше так ну здесь можно где-то их возможно чуть-чуть под надуть тут вот тут это вот тут чуть-чуть их сделать пышнее типа штанами о так и закрыть вот эти вот ягодицы так тут бедра квадратные прибрать ну ничего так штанишки чуть-чуть здесь мотню выгладить выгладить и через альт подкорректировать так что тут еще тут тоже через альт чуть-чуть подобрать ну и шуфтом очень хорошо их сгладить так штанышки ну здесь они в принципе нам не нужны будет он же будет одетый нам нужно через альт сейчас вот эту часть мотни опустить вот так сделать модифит аппологи мира чуть-чуть так значит выгладить еще чуть-чуть подтянуть подкорректировать подставить подбавить маску убрать обязательно ну и на заднюю часть тут вот станцы можно чуть-чуть их уменьшить почему потому что повторюсь он будет полностью одетый так 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 чуть-чуть приподнять эти края ну все тут уже дело нужно будет пролепить чуть-чуть нормально все раскидка прошла обувь остается и следующий вариант значит что сделать нам нужен вот этот весь плащ значит нам понадобится тело вот это тело отключаем и тут как будет интересная штука значит так вот это все дело маскируем как он идет так он будет запахнутый на cd это уже подпектируем ладно так ну тоже наверно где-то вот таким вот образом так так руки делаем экстракт на цепь делаем да и нам с на 5 же прибавляем резолюцию побольше выглаживаемся и нужно сейчас будет это все дело увеличить как сначала вот эту часть опускаем прямо вниз и надуваем делаем дай на мышь включаем нашего персонажа видимо всего о метре увеличиваем значит деформация увеличиваем значит инфлат и так мне тут позвонили я чуть-чуть болтал и сидел тут по вытягивал так теперь что нужно сделать давайте отключу я вот эти все саптулым оставлю только вот этот титель видите тут вот этого нету рукавов так теперь побольше все это дело выгладить чтобы помягче было и нужно опять это все дело замаскировать вот так вот раз вот таким вот образом главное чтобы не появились вот эти вторые не зацеплять внутренность лучше вот не закрасить чтобы внутри не зацепила маска и потихоньку все это дело опять обводим потом подтянем и и будет все зашибись потому что персонаж худой и получилось что я под надул я же показывал да по-моему надул флаттеном и вот эти все части позаполнились и вот видите что у нас появляется внутренняя маска вот она это тоже не есть хорошо снимаем маску нажимаем control находим браш и находим бакфейс маску чтобы внутреннюю часть не маскировала бывает тоже забуду и потом получается что нужно переделывать так через alt можно левая кнопка мыши переводить перетаскивать под роликом напишите если есть желание кто в каких программах работает посмотрим сколько в забрать сколько в блендер работают людей так теперь значит опять же экстракт дублирование опять же можно включить ацепт и вот это вот вот этот китель так маскированный можно делить а этому снять маску и получается что так персонажа тоже снимаем и перешифт вот такая получается штука теперь переключаемся на этот халат монаха не нужно его теперь подкорректировать и в следующем наверно ролике я буду уже долепливать тут что-то так значит так как то наверно не знаю правильно вот этот нужен этот вырез не нужен но цельную делать тоже будет распашонка как бы да там хоть ноги при анимации будут видны так и побольше вот это все выглаживаем чтобы было мягенько так и получается что получается если я сейчас так где он тут вот эта часть хорошо сделано видите вот отбито все так китель подгладить то тоже будет обрезаться вот эти плечи теперь большие в принципе может так и не должны быть не знаю вот плащ он как бы наверно висеть должен так здесь на руки чуть-чуть натягиваем все это потом подкорректируется костями здесь тоже пояс побольше так здесь чуть-чуть покрасивее сделать и вот эти руки и и спину чуть-чуть убрать так вот здесь вот вроде хорошо но да пускай попышнее будет ладно так и здесь тоже рукава можно уже будет потом подкорректировать допустим костями выкинуть побольше поменьше здесь вот так раз но я попышнее сделать так теперь нужно сделать какую штуку сделать вот на голову капюшон так как будем делать капюшон капюшон мы будем делать аппенд и делаем значит сфера альт левая кнопка мыши делаем мов уменьшаем подтягиваем подтягиваем вытягиваем на персонажа и по прошлым роликам значит и симметрия и вот это все вдавливаем в лицо раз вот таким вот образом так так это значит вперед побольше это значит на посадку так и вот здесь вот назад так теперь здесь вминаем по лицу да делаем потом здесь делаем вот такую вот штуку надутость для чего для того чтобы появилась у нас вот эта складка вот это вот тут еще с волосом видите чуб он никак не катит именно для этого персонажа так ну как то вот так наверное это поглубже увести здесь не суть вопроса вот так так тут тоже чуть чуть вот так наверное ну а здесь попышнее потом костями будем вставлять кости вот по такому рисунку так а ну-ка альт отключим волос смотрим что тут опять же волос большеватый сейчас надо с волосом разобраться какой ему подобрать в принципе этот подходит можно его чуть чуть уменьшить и голову чуть чуть сверху тогда уменьшить и будет наверное само то так это значит вот в таком духе теперь отключаем все ненужное и нам понадобится значит вот это все control и нужно обрисовать нарисовать именно ту форму которая нам понадобится вот здесь с запасом вот так ну не оставляем конечно дыр всяких теперь делаем экстракт с дубляжом дубликатом так вот здесь вот не есть хорошо нужно чуть чуть вот эту control alt кромку почистить вот так и теперь делаем экстракт делаем ацепт не есть good значит delete удаляем так теперь уменьшаем толщину делаем экстракт 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 и делаем ацепт во снимаем маску и находим значит деформацию инфлат чуть чуть ее поднадуем чтобы сделать дайномеш нормально геометри дайномеш побольше резолюцию все это дело теперь выглаживаем чтобы опять же было все гладенько так а вот эту часть уже приподнимаем чтобы получилось повторюсь вот такая складка ну и сзади тоже пусть она будет вот по всему периметру вот этого чтобы мы костями потом могли это все дело опустить теперь вот это значит штука нам не понадобится delete и включаем видимость всех софтов так есть такое дело вот это все подтягиваем вперед поближе вот сюда вот так и эту часть вот так вот вот так ну а теперь нужно опять же так уши у него на картинке не были видны еще побольше наверное вот так убрать так теперь уши надо будет еще подкорректировать здесь чайник тоже поменьше вроде похож так ну вот прическа вообще ему не катит или сделать вот эту прическу знаете как так значит вот это пока мы скроем а вот это оставим и получается если мы опустим вот эти вот этот чуб там ниже так теперь немножко его значит приплюснем вот сюда вот голове в голове так и вот эту часть вот эту часть тоже опустить прям пониже так здесь вот сюда завернуть как то все это дело подкорректировать и вот эту часть тоже уменьшить теперь поработаем немножко с головой вот так с ушами и с верхней частью черепушки переключимся на волос и его вытянем вперед я думаю вот эта притеска для джедая все-таки подходит она будет опять же отдельно от персонажа чтобы можно было поменять именно волос уже в процессе ну допустим если вам кому-то понадобится опять же эта модель будет для скачивания в описании под роликом но уже под тем роликом где он будет с ригом и готов именно к анимации так теперь подправить надо вот эти закрылки чтобы они поменьше были и в следующем ролике буду уже пролепливать вот эти складки детали не знаю буду ролик выкладывать как я это все делаю ну вот пока раскидка вот этих этапов так вот все равно прическа большеватая это ничего можно значит побольше надуть капюшон так с волосом еще потом я попробую обыграть это все дело так значит это что у нас тут вот контур z почему-то не склеились детали все склеилось все есть good так и вот эту часть вот прямо так чтоб висела по спине ну да так вот здесь вот на картинке значит вот эта вот часть прям шеи что ли подходит не суть вопроса наверное так вот так вот раз вот этот воротник перекроет вот эти все недочеты так а вот эта майка а это шея да что это такое а это тело ctrl z ну ладно это надо уже лепить так если чук я сейчас отключу то получается чуть-чуть значит увеличиваем здесь вот объем так вот здесь вот по любасу надо короче проблема будет в чем чтобы волос исправить волос ну вот пока такой персонаж сейчас я его сохраню save us рабочий стол джедай как раз будет еще возможность попробовать световой меч сделать в блендер и попробовать или симуляцию вот этого всего ну там будет видно ну остались складки доработки чтобы заиграл персонаж вот этими там ремнями там всякими штуками так это что у нас тут отключаем а еще нужно сделать так еще нужно сделать ротуму открытый под лицевую анимацию так и воротник вот этот тоже бац о аж пляшивый получился без чупа в принципе прикольно он так будет если сейчас вот волос пусть залысина будет а чё или он не такой был персонаж не знаю здесь чуть чуть побольше ну вот что то в таком духе все всем пока до сюда нет все в порядке все 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 Продолжение следует...